loudness maximizer максимайзер громкости и завершающим звеном нашего мастеринг процесса является повышение конечной громкости это делается с помощью так называемых максимайзеров есть очень много различных производителей цифровых и не цифровых максимайзеров в плагине изотопа зон встроенный есть максимайзер достаточно качественный активируем эту часть плагина и давайте поговорим о том что такое максимайзер в этом случае и так значит разберемся с интерфейсом слева у нас опция слева у нас показатель это дизеринг то есть это при понижении битности то есть наш проект сейчас работает в режиме 24 бита и допустим при записи на сиди используются файлы 16 бит это сиди стандарт с компьютера если играете можно играть и 24 бита это конечно лучше но если играете на сиди то это 16 бит и продается музыка практически вся которая вот в магазинах музыкальных в цифровых это 16 бит файлы то есть и чтобы из 24 преобразовать в 16 или из 32 16 необходим дизеринг то есть при этом подмешивается некий шумовая составляющая к файлу но об этом мы в отдельном видео еще немного коснемся то сейчас не будем об этом говорить у нас дизеринг of отключен type non то есть сейчас он в процессе не участвует и так дальше двигаемся здесь трэш-холд в принципе практически то же самое что и в компрессоре порог margin параметр это та необходимая порог громкости который нам нужен на выходе то есть если как вы знаете наверное в цифровом звуке не принято выходить за 0 децибел потому что если в цифре если в аналоговом сигнале звук выходит на за 0 децибел то там происходит некая перегрузка но она вполне естественная если в цифровом звуке сигнал пересекает порог в 0 децибел то перегрузка появляется очень неприятно и поэтому не принято переходить за порог 0 децибел поэтому 0 децибел не стоит оставлять обычно ставится минус 0 2 или минус 0 3 объясняю почему потому что при экспорте и добавлении дизеринга может на одну десятую децибела звук немного подняться если мы здесь поставим 0 то у нас есть очень большая вероятность получить склипованный файл где будут клипы то есть перегрузка поэтому мы себя обезопасим и поставим минус 0 2 собственно разница в 2 в 2 десятых децибела нам не принципиально и так и здесь настройки дополнительные есть то есть есть например режим brick wall это значит что после очень жестко работает этот лимитер и он точно доводит до порога в минус 0 2 децибела выше он точно не пропустит никакого сигнала поэтому мы попробуем brick wall как раз может быть для танцевальной музыки это самый лучший алгоритм в данном случае будет релиз это выполняет ту же самую функцию что и в компрессоре поэтому мы будем подбирать эти параметры уже вот трэш-холд и релиз подбирается непосредственно под конкретный трек потому что это зависит от многих факторов ну что ж подбираем и еще один момент еще раз напомню в чем же заключается суть данного максимайзера каким образом он делает громче ваше звучание то есть пиковые вещи какие-то вот эти места где есть пики они с помощью brick wall лимитера поджимаются поэтому этот максимайзер немножко так покушает ресурсов вашего компьютера чтобы это все просчитать быстро он обжимает вот эти дела и не дает им пройти оставшиеся с помощью трэш-холда если мы понижаем то мы оставшиеся звучание которое не дошло еще до этого уровня оно как бы подтягивается к этому уровню и становится поэтому громче но за пиковый уровень он не выходит то есть по сути дела что мы делаем мы сплющиваем звучание трека если этот процесс доводится до своего такого апогея то звучание становится совершенно неприятно но немножечко мы громче сделать и плотнее трек можем ну что ж поехали да и кстати вот здесь будет показываться то сколько мы отъели громкости от трека и соответственно прибавили вот ведь если мы так сильно прибавляем то уже слышно конкретно но так называемый сер вот нам это не нужно мы держимся чтобы сильно далеко вот здесь не уходила то есть в пределах разумного заодно посматриваем на экзоскоп на наш а 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 теперь после максимизации громкости становится понятно что у нас многовато по моему реверберации получилось мы ее начинаем убирать Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Вот что-то около такого, я думаю, значения мы подобрали Единственное, что можно сказать, что было бы неплохо вернуться к миксу И вот этот вот лид вот в этих местах Где открывается фильтр, прожать компрессором, чтобы сгладить Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Можно, конечно, и другие режимы попробовать Субтитры подогнал «Симон» После того, как мы усилили громкость максимайзером Могут всплыть какие-то небольшие дефекты И мы с ними начинаем прорабатывать уже их непосредственно Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» На этом, я думаю, работа с «Айзотоп Озон» окончена И в следующем видео мы поговорим о экспорте Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»